Наш монастырь был основан в честь Чуда Божьей Матери в 1395 году, когда она явилась к хану Тамерлану, после чего он развернул свои войска. Потом было стояние на реке Угре, во время которого был принесен на сторону русских образ Владимирской иконы, Владимирский образ Божьей Матери, и перед ним молились русские люди, после чего татары в какой-то момент совершенно непонятным образом начали сворачивать свой лагерь. И сегодняшняя память тоже связана с подобным чудесным событием, когда в 1521 году Москва была избавлена от нашествия Мехмедгирея. И в этот день, также по молитвам людей, которые жили в этом городе, Божья Матерь явилась к хану и прогнала его от пределов. И когда мы слышим богослужения этих дней, там, конечно, вспоминаются несколько эти победы, но акцент больше как бы не на этом, акцент больше на чем-то, связанном с самой Божьей Матерью. Потому что для христиан не столько важно, кто кого и как, когда победил, хотя, конечно, эта память нужна и важна, но важно, что в этих чудесных событиях проявляется любовь, любовь Богородицы. И мы так часто вспоминаем разные образы Божьей Матери, тоже не случайно, потому что мы все люди, и как люди, мы имеем необходимость, для нас важны вещественные образы. И иконы – это такие вещественные предметы, которые помогают нам вспоминать о Боге, о святых, о любви Божьей. И иконы Божьей Матери – это такие же вещественные предметы, как бы такие якоря, которые нас несколько зацепляют за духовную жизнь. Когда мы празднуем память икон Богородицы, мы, конечно, вспоминаем ее саму. Это повод лишний раз посмотреть на эти образы, лишний раз вспомнить о самой Божьей Матери. Потому что для нас очень важно, что в Царстве Божьем есть человек, который, будучи таким же человеком, как мы, приобрел особенное высокое положение у Бога и любит всех нас, и поэтому о нас ходатайствует, и в случае чего мы можем всегда прийти к ней, всегда прийти к ней за помощью, всегда попросить у нее поддержки. Когда мы смотрим на иконы Божьей Матери, мы вспоминаем саму Богородицу, которая была кроткой, тихой, смиренной. При этом, учитывая, что в Евангелии мы почти не видим ее слов, мы знаем, что она впоследствии ходила проповедовать. И ее проповедь, конечно, была связана с неотъемлемыми для нее кротостью и смирением. Божья Матерь была примером тех добродетелей, которые нам самим нужны, как людям. Мы очень нуждаемся в спокойствии и в божественном мире, которые были у Божьей Матери. Мы очень нуждаемся в кротости, в этой внутренней духовной стойкости, как ее описывает Иоанн Лесточник. Ведь сложно себе представить, что Богородица могла бы прийти куда-то и с каким-то гневом или каким-то запалом страстным настаивать на чем-то или проповедовать Христа каким-то таким насильственным образом. Нет, конечно, ее проповедь как-то сочетала в себе и горение, и дерзновение к Богу, и при этом глубокий мир и глубокую кротость. Мы тянемся к ней, потому что нам самим этого не хватает. Потому что часто мы готовы отстаивать свою правду с кинжалом в зубах. Мы готовы отстаивать свою правду с гневом, со страстными движениями души. И где-то внутри нас все-таки просыпается это понимание, что для нас это неестественно. Если мы вспомним многих святых, и оптинских отцов, и отцов недавнего времени, отца Кирилла Павлова, отца Иоанна Крестьянкина, они много говорили о том, что нельзя принимать решение или нельзя отстаивать свою правду, если в сердце находится гнев, если в сердце нет спокойствия, нет мира. А все это было у Божьей Матери. И, конечно, мы тянемся к ней, потому что хотим жить так же. Но поскольку мы понимаем, что нас часто не хватает для этого, мы и просим у нее, чтобы она помогла нам это приобрести. Но самое главное, в чем мы чувствуем обычно потребность, это, конечно, принятие, любовь и забота. И мы знаем, что Богородица, которая после восшествия Христа на небо стала как бы мамой для всех апостолов, она не перестает заботиться и о нас, которые приняли от апостолов христианскую веру. Пресвятая Дева добровольно стала мамой всех христиан, стала тем человеком, который готов принять каждого христианина, утешить и помочь. И, конечно, поскольку мы знаем, что у Бога никто не умирает, и поскольку мы знаем, что никто не уходит из церкви после своей телесной смерти, мы знаем, что Божья Матерь также не отреклась от своего служения и продолжает заботиться о каждом из нас. Более того, она, будучи воскрешена Спасителем, даже в самом теле находится рядом с Ним. И это очень интересное понимание, что сам Господь, Иисус Христос, находится в человеческом теле. И первое, кто стоит рядом с Ним, кто ближе всего к Нему, это Божья Матерь, которая тоже находится рядом с Ним, уже в воскрешенном человеческом теле. Это показывает и любовь Божию к нам и показывает близость нашего человечества к той любви, о которой мы все так тоскуем. Иконы Божьей Матери – это повод лишний раз вспомнить о том, что нас любят, о том, что нас готовы всегда принять, о том, что мы со своими грехами и со своими болячками духовными, со своими травмами и со своими бедами и скорбями всегда можем прийти и всегда будем услышаны. Так пусть память Божьей Матери всегда успокаивает наше сердце, всегда исцеляет нас. И при взгляде на ее икону, особенно на образ Владимирский, где мы видим, как Спаситель прижимается к щекой к лику Божьей Матери, мы будем вспоминать, что и для нас Господь приготовил эту любовь, это принятие и этот мир, и от нас необходимо только расположить себя к этому, только захотеть и принять. А по молитвам Божьей Матери Господь этот мир всегда и зальет наше сердце. Аминь.